всем привет сегодня поговорим о том откуда в основном получает пользователи linux необходимую информацию практически обо всех дистрибутивов вот пожалуйста я сделал специально это дело крупно сайт называется distro watch.com сайт который следит за дистрибутивами к сожалению он значит на английском языке но тем не менее значит вот есть вот парочка таких интересных моментов а вам не нужно знать язык вот посмотрите сюда в правую колонку вот вы видите минт 2897 и зеленая стрелочка вверх то есть вот данная сборка она пользуется особой популярностью у пользователей стоит на первом месте убонту упала дебиант поднялся то есть вот зеленый треугольничек говорит о том что у сборки популярность нарастает красненький о том что она падает теперь дальше и следует запомнить вот такую простую вещь вот есть тут такая графа называется major distributions по-русски это скажем так основные дистрибутивы вот когда вы на них идете то здесь вы и видите убунту минт дебиант магия федора суси арч линукс там цента с писси линукс кстати хорошая сборка слаг в затем идет сборка не относящийся вообще к линуксу это называется фри бизди но тем не менее она скажем так тихо и мирно к линуксам присоединилась так вот вы не знаете английского языка совсем тем не менее значит по домашней странице вы можете сориентироваться какой дистрибутив наиболее популярен а вот допустим у вас какой-то там вкус с вертами и вам хочется там чего-то там особенного да ради бога вот пошли на simplicity пожалуйста здесь опять таки идет все описание на английском языке но вы ищите одно коренное такое вот словечко даунлод загрузки мир раз обозначает зеркала вот пошли сюда попали на зеркало вот тут видим написано по симплисити файл то есть последнее и у нее больше всего загрузок открываем папочку и смотрим есть 64 бита есть 32 бита есть значит нет бог очень маленький по размерам дистрибутив и 32 битный вот допустим вы выбрали сказать там 32 или 64 битный и через там три там четыре секунды он вас начнет загружаться все пожалуйста и грузите его как говорится себе на здоровье то есть что я хочу подчеркнуть что не нужно бояться вот английского языка что там вы ничего не знаете для вас вот парочка слов homepage это домашняя страница вот она и страница допустим загрузок вот она пошли допустим на домашнюю страницу почему потому что с домашней страницы и сайта дистрибутива всегда можно скачать на самой свежей версии вот тут идет опять таки описание ну ну все на английском ну одну куда-то поделись поделись то но тем не менее значит тот же та же папочка загрузками у нас определена вот она вот вы пошли на нее выбрали последнюю версию и пошли 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 сказать пока не дошли до загрузки то есть или вот этой или вот этой и так вот я хочу еще раз подчеркнуть что нужно подходить ко всем сборкам мало того вы сборку скачали проверили сумму как правило дается фарик с контрольной суммой мой вам совет никогда не ставьте на флешку и сразу там не стартуйте так далее проверьте на виртуальной коробочке посмотрите а может быть она вам сразу и изначально не понравится а вот таким вот образом ради бога во первых вы знаете основные дистрибутивы вот они ну а если вам не имется вот пошли на домашнюю страницу посмотрели все в правой колонке по популярности вы выбираете там любой идете на него смотрите даже берете там скачиваете устанавливаете на виртуальную коробочку тестируете и после этого решаете стоит ли вообще как говорится вам его к себе на жесткий язык ставить или нет а вот здесь вот здесь у них идет текучка тут у них этих линуксов ну куча как говорится но это не означает что обязательно вот по каждому из них там бегать ставить и проверять ориентиры у вас есть вот пожалуйста есть значит основные дистрибутивы самые популярные вот первая десятка вот они вот они здесь представлены и здесь уже можно как говорится уже смотреть вот допустим пошли на минт и тут минту вам будет уже предлагать ага сайт официальный да ради бога пошли на официальный сайт и смотрим сборки ценам он самая известная но есть еще и мэйт и и и и и и и и вот мне один и 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 они и ну а так для себя выбрал только Цинамон и X-Face Все Мэйк значит не поддерживает флажки А КДИ там Ну это вообще Скажем так, мертворожденный ребеночек Когда его Упускали, я не знаю чем там люди занимались Вообще Откровенно слабая сборка Вот таким вот образом Поэтому значит Этот сайт вам Нужно просто-напросто Запомнить Что называется он вот так Куда-нибудь там себе перепишите Скопируем Ставили сюда И пошли на сайт И теперь вы знаете, что Несмотря на то, что все на английском языке Ну елки-палки Вот у вас на домашней странице Идет рейтинг Вы смотрите Выбираете допустим для себя первую десятку И начинаете ее исследовать И в первой десятке вы смотрите Вот стоит, внимание, что Манджара Дебиан и минт Дебиан и минт А эти вот все бегут вниз Ну скажем так Ладно Дальше И второе Идете в топовую десятку Вот Десятка Самых, так сказать Востребованных дистрибутивов А на самом-то деле Этих дистрибутивов Вот посмотрите Сколько много Вот Почему у многих Как говорится И Глаза разбегаются Слушайте А как вы в этих линуксах Ориентируетесь Да Я не знаю там Чего там Как выбрать И так далее Это вот Самая новая информация О том Что происходит В мире линукс Можете брать там Гугл переводчика Переводить ее Просвещаться Ради бога Ну вот вам Два простых ключа Значит Первое Значит Рейтинг И второе Значит Вот Основные дистрибутивы Все И здесь Вы уже никогда Не ошибетесь Вот Причем Ну мент Ну находится На первом месте Ну так он По праву Его заслужил Вот таким вот Образом Поэтому значит Вот рекомендую Вот этот рисочек Хорошенечко Запомнить И в дальнейшем Значит Качать уже Все дистрибутивы Вот отсюда Вот мент Пожалуйста Нажали на мент Все Выбрали значит Там себе Страничку Допустим Хорошо Хочу Допустим X-Face Да ради бога Вот вам он Уже предлагает Опять таки Все на английском языке Там Ля Ле Пусть предлагает Ну тут и Россия Даже должна быть Вот она Есть Нажали Сохранить линк Ну допустим Скопировали Линк Ну и что Можете просто Допустим Россия Вот Нажать И сохранить Образ У себя На Загрузках Нет проблем То есть вот Речь сегодня Именно шла о том Чтобы вот Вы не боялись языка Потому что вот Есть некоторые Такие вот скажем Непреложные факторы Которые Несмотря на язык Они Всегда Вам Выведут Наверную дорогу И в иностранном языке Тут достаточно знать Ну скажем так Там Там Два-три слова И вы уже Как говорится Будете На коне То есть вы будете Ориентироваться Спокойно Во всем этом Многообразии Этих Линуксов И так далее Вот они Ну А вы как пользователь Просто-напросто Выбираете Ну ладно Желаю всем удачи Желаю значит Поползать по этому Сайту вам Весьма интенсивно Чтобы приобрести Необходимый опыт Ну Сказать Не бояться